Всем привет! Если бы несколько месяцев назад меня спросили, можно ли войти во в пиве хобби на цифре за 300 долларов, я бы сказал нет. Но теперь всё изменилось. Не так давно товарищи из Каддикса, они же Волкснейл, выпустили вот такую штуку, которая называется Аватар Гуглис Эл. И хотя это называется Гуглис, на самом деле это не Гуглис, то бишь не очки, а шлем. Но тем не менее, данный шлем стоит 200 долларов, официальная цена на сайте на момент записи этого обзора. И за 100 долларов вы можете перейти HD-нанокит, в результате у вас получается цифровая видеосистема для вашего дрона, включая передатчик и приёмник, за 300 долларов. Давайте откроем эту коробку. Эту коробку я только что получил, мне само очень интересно что там внутри, хотя конечно я смотрел уже на неё обзоры, поэтому давайте распакуем её вместе. Что нам обещают? Нам обещают, что внутри нас ждёт аватар Гуглис Эл, тряпочка для протерки зеркала, инструкция, кабель питания и сторидж бак. Отлично. Не очень богатый набор, я бы сказал, но тем не менее, не забываем, это 200 долларов за полноценную цифру. Открываем коробку и внутри мы видим что, внутри мы видим сами Гуглис Эл, какая-то коробочка со всякой мелочёвкой. На сторидж бак это честно говоря не похоже, это просто её подиум, на котором она лежит в коробке. Окей, у нас есть действительно тряпочка для протерки, какая-то инструкция. Действительно сторидж бэк положили, потому что многие жаловались, что сторидж бэка в некоторых упаковках не было. Ну и соответственно кабель питания XT-60 на стандартный бочонок. Ну это всё как бы периферия, вот сами очки. Я тоже сбиваюсь, называю их периодически очками, это не очки, это шлем. Этот шлем стоит 200 долларов, это полноценный цифровой шлем, но естественно за эти 200 долларов нам пришлось кое-чем пожертвовать. Именно, как именно мы пожертвовали это, мы пожертвовали выходом HDMI. Я смотрю тут есть аудио выход, это кстати достаточно интересно, что это такое. 4 пин 3,5 миллиметра плаг, то бишь это на самом деле, я так понимаю, выход, выход или вход на какой-нибудь аналоговый, либо приёмник, либо передач. Кстати, надо будет разобраться. Как видите, они сделаны в достаточно монолитном корпусе. Кстати, я бы даже сказал, на удивление, в отличии от тех же X-ов от Caddx, то бишь от Valksnail, корпус сделан поприятней. Сам корпус сделан поприятней, пластик достаточно плотный. Это так мы опять их подсветка. У нас есть 5-ти позиционный джойстик. Да, у нас есть кнопка назад, у нас есть кнопка записи DVR. Сам этот шлем совместим со всеми видеосистем, видеопередатчиками Caddx, которые есть на данный момент, и предполагаю, которые будут в будущем. Никаких настроек оптики мы здесь не имеем. Ну, милосевое расстояние нам здесь не требуется, поскольку это не очки, а шлем. А подстройку диоптрии реализована тем, что можете купить у них специальные очки внутрь очков, которые вставить в свои линзы и вот прикрутить сюда. Как видите, снаружи, как я уже показал, у нас всего два отверстия. Это для входа питания и 4-пиновый 3,5 мм джек. Но, тем не менее, у нас есть куда записать DVR. Очень странная была идея у Caddx разместить место для флешки здесь, поскольку, если вы, как я, постоянно после плетушек приходите и сбрасываете DVR на компьютер, например, вы эту пролонку рано или поздно оторвете. Что у нас по габаритам? По габаритам этот шлем на самом деле совсем не сильно, я бы сказал, совсем не сильно больше, чем Gaggle X. То есть, если вот совместить их по линии масок, то шлем практически, ну сколько здесь, сантиметра полтора, наверное, не больше. А если добавить еще антенны, так и того меньше. И по весу данный шлем... По весу данный шлем вместе с геострепом 355 грамм, Gaggle X со стрепом неродным 363, то бишь он легче, чем на... легче на 10 грамм, чем сами очки. И по посадке на лицо... Для меня... У меня такая форма лица, что мне замечательно подходит как гагглы от G2, ну G2, которые при этом не подходят V2, так и замечательно подходит родная маска от Gaggle X. Поэтому как будет сидеть он на лице у меня, ну и есть засветы под носом, это да. Благодаря этим засветам мы имеем некоторые переотражения. Но это переотражения, насколько я знаю, убираются в тот момент, когда мы включаем питание. Поддерживает питание данный шлем от 6 до 25,5... 25,2 вольт. То бишь получается это у нас от 2 до 6С. И в принципе сейчас самое подходящее время проверить, работает ли он. Так, бочонок у нас без угла и разъем у нас снизу. Теоретически вы имеете шансы вырвать. Хотя нет, нет, не имеете шансов. Точнее шансы-то конечно имеете, но не очень высокие, потому что сидит он там достаточно плотно. Ну по крайней мере вон оно грузится. Avatar Video System. Сейчас узнаем, потому что я вообще до этого ни разу не пользовался шлемами, и у меня всегда были очки. Поэтому для меня это тоже абсолютно очередной раз новый экспириенс. Маска мягкая. Сфокусироваться в шлеме я не могу. У меня есть проблема с глазами. Если быть точным с одним глазом, у меня астигматизм. Астигматизм. А нет. Вот пошла фокусировка, я наконец-таки сфокусировался. Но для того, чтобы сфокусироваться в шлеме, конечно, требуется приложить некоторые усилия. Это усилия большее, чем обычно прикладываете, когда фокусируетесь в очках. Так, сейчас у меня черный фон с надписью Transceiver Disconnected, все дела. И я вижу переотражение этого же экрана где-то в более дальнем расстоянии. Да, цифры, буквы немножко двоятся, имеют некую тень на расстоянии несколько миллиметров от себя сзади. Опять-таки, это может быть связано с моим зрением. Это не мешает считывать информацию, но тем не менее, факт есть. Так, чувствую, что дует вентилятор. Он не сдувает, в принципе, заметно в левый глаз. Экран пока не потеет. Так, удобно ли работать с гвоздиком? Удобно. Размещение пятипозиционного переключателя на правой стороне очков, а не сверху, на правой стороне шлема, а не сверху, как в очках, делает более интуитивно понятным перемещение по меню. Да, это намного удобнее, чем в очках. Здесь я не так путаюсь. И есть еще один момент, который надо принять во внимание. Сейчас я попробую, будет видно или нет. Здесь передняя часть экрана сделана не одной сплошной линзой, а тут либо две разных линзы, либо так сделано зеркало. Но, тем не менее, как видите, формируется отдельное изображение под каждый глаз. И для людей, у которых есть проблемы со зрением, это необходимо учитывать и принимать его внимание. Попробуем привести бинт к мунлайту. Это мунлайт у меня на последней прошивке. Шлем, соответственно, тоже должен уже изначально идти на последней прошивке. Так, кнопка бинта у нас вот здесь. Достану ли я до нее своим пинцетом? Достал. Отлично. Бинт, судя по всему, прошел моментально. Да, бинт прошел моментально. Картинка есть. Встроенный ASD по-прежнему имеет некоторый эффект вдвоения. При этом большая часть показаний с ASD как раз эффекта вдвоения не имеет. Встроенной памяти данный шлем тоже не имеет. Но это было бы странно за его 200 баксов. Вентиляторы шумят достаточно громко. Я не знаю, слышно вам или нет. Нокии, отключаем его. Еще одно отличие данного шлема за 200 долларов от очков за 450. В том, что данный шлем уже в базе имеет два патча. Здесь две омни-антенны, расположенные горизонтально. И два патча, расположенных впереди. Как вы видите, данные антенны не съемные. Они встроены внутрь. И если вам захочется их поменять, вам придется достаточно глубоко разбирать все свои очки. Тем не менее, по уже имеющимся тестам данный шлем показывает лучший результат по дальности, чем с очки на стоке. На четырех омни. И в этом бы мне тоже хотелось убедиться. Шлем поработал не очень долго. При температуре окружающей среды 22,5 градуса. И в принципе он... В принципе он едва теплый. А очки примерно за такое же время работы умудряются разогреться до больших значений. Итак, у нас все равно забинт дрон. У нас есть батка, у нас есть шлем. Отправимся в поле и проверим, как это все летает. Так, ну что сказать. Фокусировка у тебя проходит сразу. У тебя нет проблем с фокусировкой. Ты поймал картинку. Да. Экран хороший. Видно, что качественный. Все очень детализировано. Шрифты читаются отлично. Не двоятся в отличие от иксов. Потому что там тяжело сфокусировать картинку для глаз. Ну, именно на экранах. Что еще? Подойди, у тебя нижние шрифты тоже не двоятся? Нет. А у меня нижние шрифты двоятся даже на записи. То есть я записал это все дело. И на ней в шрифтах у меня есть двоение. У тебя получается прям идеальная ситуация. Да. Нет, ну на самом деле, все, я теперь заметил. Оно двоится. Тень есть небольшой. Да, да, да. Но это вообще ничто по сравнению с тем, как двоится в иксах, например. Не в зоне фокуса. По краям, например. Ну, я не знаю, что хотеть от 200 баксов. Мне кажется, это очень хорошая. Очень хорошая картинка. Приятно смотреть. Возможно, даже приятнее, чем в иксы. Так, ну теперь осталось тебе дать на них полетать. Пока он как раз не перегрелся у меня Монлайт. Давай. А, кстати, не забываем, что ты сейчас смотришь на картинку-то с Монлайта. А, вот оно что. Так, может быть, дело в этом? Да, то есть, как бы. Блин, вот это картинка в Монлайте, конечно. Сок. Ну, и в шлеме. Я тебе потом дам сравнить его с этим, с иксами. Да, они мне, конечно, на нос давят. Давят тебе на нос? Ага. Вообще, 25 мегабит. Ты разлочивал? Да. Разлок есть, да? Да. Ну, картинка показывает 25 мегабит, но она шикарная прям. Ну, вот за спиной даже не просела. Ну, картинка классная, настроен дрон неплохо. Дрон не настроен вообще никак, его сейчас, на самом деле, колбасит. Да? Ну, картинка вообще просто такой сок. Это из-за Монлайта? Наверное. Ну, я достаточно высоко уже, 25 мегабит. Расстояние какое? 250 метров. Ну, я ввысь полетел. Блин, насколько все детализировано. Шок. После других юнитов. Вот эти зеркала или линзы, которые под углом, они тебе не мешают? Не, я их не вижу. Ты их не видишь, у тебя все отлично. Так, ну, вот сейчас на 1С юнити тебе нравится? Юнит 1С, да, на дрон 2С. Ну, юнит 1С. И качество картинки в шлеме лучше, чем в очках. Да нет, картинка приятная, очень детализированная. Я опять скажу это слово, но она реально прям, детали мельчайшие видны. Но это зависит именно от экрана. От вот экрана, который стоит. Не поскупились, видно. Хорошая резкость. Каждый камушек виден. На юните, да, 1С. Ну, это не мини, который, а микро, или как они там. Короче, у которого антенка ниндиполька. Классно. Ну, и, в общем, вот теперь можно подвести некоторые итоги. И, кстати, если вам показалось, что видео с поля было несколько сумбурно, то вам не показалось. Просто в один из прекрасных моментов я вместо того, чтобы выключить камеру, ее включил, а вместо того, чтобы включить, я ее выключил. В результате структурированная часть, а также мои впечатления от первого полета в этом шлеме, остались глубоко за кадром. Поэтому подводить итоги, я буду в домашней обстановке. Что можно сказать про этот шлем? Данный шлем при его стоимости однозначно удивляет в лучшую сторону. Изначально от него ожидаешь как-то меньшего, при этом он дает достаточно неплохие, показывает достаточно неплохие результаты. У него хорошее качество приема, у него хорошее детализированное и относительно красивая картинка. Может быть, немножко темноват дисплей. То есть, по сравнению с гагглами X, у него, наверное, все-таки будет более темная картинка идти. У него, может быть, не совсем подходящая вам маска. То есть, например, мне эта маска подходит, моему коллеге не совсем. Но в целом, могу ли я рекомендовать этот шлем тому, кто собирается переоборудовать там, например, свои дроны с аналога на цифру, то однозначно да, с небольшой оговоркой. Если у вас есть некоторые проблемы со зрением, например, астигматизм, обязательно рекомендую постараться у кого-нибудь попросить этот шлем встретиться, полетать минут хотя бы 5-10, чтобы понять, что он у вас нормально сидит на лице, что у вас нет проблем с фокусировкой, что вы нормально видите картинку двумя глазами. Если же у вас зрение хорошее, и вы ищете вариант для перехода на цифру, то однозначно стоит посмотреть в сторону этого шлема. Даже невзирая на то, что в линейке, если даже невзирая на то, что в линейке кадиксов вам, например, нравятся иксы, то выбирая между иксами и шлемом, я бы, наверное, рекомендовал в первую очередь смотреть в сторону шлема. Ну а на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем буду рад, счастливо, до новых встреч.